Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами не просто редким, а по-настоящему уникальным наблюдением. Как вы уже поняли из названия, речь пойдет о внутрияичковом или интратестикулярном варикоцеле. В течение многих лет я показываю на лекциях вот этот слайд, говорю о том, что это очень редкая аномалия, что за всю историю медицины в литературе было описано менее 100 случаев, и при этом, как правило, в подобных публикациях речь шла о единичных пациентах. Единственная статья, где были описаны 18 случаев внутрияичкового варикоцеле, вышла в 1999 году. Автор ДАС, он здесь выделен белым. Лично сам я, естественно, с такой диковинной разновидностью варикоцеле никогда не сталкивался и, признаться, не думал, что когда-нибудь столкнусь. Ну, тем не менее, вот такой пациент попал ко мне на прием. Мы видим с вами, что левое яичко уменьшено в размерах по сравнению с правым, а правое имеет такую неправильную форму, при этом большая часть яичка по объему состоит из варикозно-расширенных вен. Чуть позже мы с вами посмотрим видео, в том числе и в режиме ЦДК, проведем пробу вальсальвы у этого пациента. Но сначала, пользуясь случаем, я бы хотел вкратце рассказать о варикоцеле вообще. Открываем хорошую, относительно новую книгу по данной тематике. Написана она, как и многие другие хорошие книги на зарубежном языке. И в разделе, посвященном варикоцеле, мы с вами видим в предисловии буквально три главные цифры, которые должен знать каждый уролог. Во-первых, варикоцеле встречается у 15% мужчин, поэтому было бы правильнее назвать это явление не заболеванием, а вариантом анатомии. Во-вторых, варикоцеле встречается у 40% пациентов с бесплодием, что указывает на очевидную связь между двумя этими явлениями. И третья, и крайне важная цифра, у 80% мужчин с варикоцеле нет никаких изменений в спермограмме. Судя по отсутствию ссылок, это данные авторов, а Микеле Бертолотте и Карло Трамбета это не последние люди, ну скажем так, в варикоцеле ведении, поэтому к их мнению однозначно стоит прислушаться. Итак, у 80% мужчин с варикоцеле нет изменений в спермограмме. Давайте разберемся, по каким причинам возникает варикоцеле. Варикоцеле возникает из-за сдавления вен извне. Речь идет о левой почечной вене и левой подвздошной вене. Соответственно, выделяют два гемодинамических типа варикоцеля. Реносперматический и иллиосперматический. В первом случае нарушен отток крови по левой почечной вене, которая оказывается зажата между аортой и верхней брюжеечной артерией. Это явление называется аортокомезонтериальный пинцет. Или надкрекер-синдром, ну или синдром щелкунчика. Как это выглядит на практике, мы можем увидеть на этом срезе КТ. Прекрасно видны и явно расширенная почечная вена, и аорта, и верхняя брюжеечная артерия. Этот вариант варикоцеле мы выявляем у подавляющего большинства пациентов. Гораздо реже встречается иллиосперматический вариант варикоцеле. Он возникает из-за сдавления левой общей подвздошной вены между пятым поясничным позвонком и правой общей подвздошной артерией. И это явление носит название синдром Мэя-Тернера. Для его подтверждения выполняют МР-флебографию. На данном срезе мы с вами видим упомянутую выше вену, прижатую к телу поясничного позвонка правой общей подвздошной артерии. При таком варианте варикоцеле перевязка вены не выполняется. В случае крайней необходимости выполняют стентирование левой общей подвздошной вены, но это уже задача не для урологов, а для сосудистых хирургов. А как мы диагностируем варикоцеле с помощью ультразвука? Ну, во-первых, надо убедиться в наличии варикозно расширенных вен. И возникает вопрос, а какой диаметр считать нормой? Это зависит от автора учебника. Обычно это 2-2,5 или 3 мм. Далее мы просим нашего пациента потужиться и видим интенсивный кровоток в вене. Когда мы даем команду расслабиться, то ток крови меняет направление. Ну, диагноз готов. Это самая простая форма. При этом мы должны помнить, что существует и физиологический рефлюкс, но он длится очень коротко, обычно не более 1-2 секунд. Нам для диагноза нужен длительный рефлюкс, то есть рефлюкс больше 2 секунд. Как только что мы с вами и наблюдали. Второй вариант. Второй вариант. При выполнении пробы вальсальва кровоток есть, но когда пациент расслабился, интенсивность только крови снижается, но направление остается прежним. В таком случае мы говорим о постоянном рефлюксе, и пробы вальсальва его только усиливает. Если мы видим расширение вены гроздевидного сплетения, но выполнение пробы вальсальва вообще никак не влияет на кровоток, то, скорее всего, мы имеем дело с синдромом Мэй Тернера. А теперь давайте вернемся к нашему пациенту с внутриичковым или интратестикулярным варикоцели. Итак, это мужчина 65 лет, у него есть сын. Обратился он к нам вовсе не из-за каких-то болевых ощущений, обратился он из-за расширенных вен на коже мошонки. Итак, мы видим правое яичко. Оно несколько уменьшено в размере, не имеет привычных нам четких границ. Можно даже сказать, что это не вены в яичке, а остатки ткани яичка в клубках вен. Левое яичко хоть и несколько уменьшено в размерах, но имеет более знакомый нам, более привычный вид. Мы видим варикозные расширенные вены как в самом яичке, так и вокруг него. При выполнении пробы вальсалеву мы видим усиленный кровоток, который меняет направление, когда мы просим пациента расслабиться. Аналогичная реакция и с правой стороны, но, к сожалению, это видео получилось не таким удачным, как слева. Ну и в заключение давайте, что называется, полистаем пухлые учебников тома и посмотрим, как представлена эта аномалия в наших любимых руководствах, в наших любимых книжках. Итак, главная книга для урологов по ультразвуку – это Пэт Фулхэм. Уролог, который уже 25 лет пропагандирует идею, что урологи должны сами учить выполнять УЗИ. Уролог, который учит урологов уже 25 лет выполнять УЗИ самостоятельно. И эта книга написана урологом для урологов, что для нас очень важно. Это третье издание. Оно вышло три года назад для тех, кто читает по-английски. Для тех, кто читает только по-русски, подходит вот такое второе издание, которое увидело свет в переводе в прошлом году. И здесь мы видим, по сути, обычное яичко с расширенной веной внутри. Ультразвук – яичко для андрологов. Замечательная книга. Здесь мы видим яичко больше похожее на наш вариант уже. Отличие только в том, что здесь имеется рефлюкс покоя. Кровоток при выполнении пробы Вальсаль выусиливается, но не меняет направление. Аналогичный вариант рефлюкс покоя показан и в этом руководстве, которое мы уже с вами сегодня видели. Ну и, наконец, два самых главных руководства по ультразвуку на этой планете. Это Кэрол Рамак и Дебора Левайн. В этом году вышло шестое издание, в 2024 году. Это очень хорошая книга. Это просто памятник литературы, практически как Библия Гутенберга. Всем советую обзавестись этим руководством. К сожалению, внутри яичковой варикоцеле здесь представлено, как вы видите, в минимальной степени. И номер два – это Барбара Херсберг, также изумительный учебник по ультразвуку. Здесь описан также единичный пациент, но приведены целых шесть изображений одного и того же яичка. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и смею надеяться, что эти девять минут вы провели с пользой и для себя, и для своих пациентов.